В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 3000 автомобилей и выявлено свыше 1000 нарушений правил дорожного движения. А на специализированные стоянки помещено 85 транспортных средств. Кызылчанин, управляющий мотоциклом в нетрезвом состоянии и без водительских прав, стал фигурантом уголовного дела. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион-17» в студии Инна Клаян и сегодня в выпуске. В Кызыле сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В Кызыле инспекторами ДПС выявлен факт использования поддельного водительского удостоверения. В Пехемском районе нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали участники дорожного движения. Пресечен факт незаконной перевозки алкогольной продукции. В Кызыле инспекторы ДПС задержали молодого человека, угнавшего чужой автомобиль. 7 мая на автодороге Кызыл-Эрзин 25-летняя кызылчанка за рулем автомобиля марки Toyota Corolla не справилась с управлением, после чего допустила опрокидывание своего авто. В результате автоаварии от полученных травм, несовместимых с жизнью, девушка-водитель скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Как выяснилось, погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. В момент происшествия в салоне автомобиля находился один пассажир, трехлетний ребенок, который был на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Малолетним был доставлен в медицинское учреждение с ушибами, ему назначено облаторное лечение. Факт наличия или отсутствия алкоголя в крови у водителя будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. 8 мая на федеральной трассе из автомашины марки «Хонда» под управлением 25-летней жительницы села Агдурук на ходу выпрыгнул пассажир, в результате чего на него был совершен наезд встречным автомобилем под управлением 29-летней жительницы поселка Кахем. В результате ДТП в хирургическое отделение районной больницы госпитализирован выпрыгнувший из автомобиля 35-летний житель села Чахоль, у которого диагностированы переломы бедренной кости и голени. Установлено, что водитель «Хонды» оказался в нетрезвом состоянии. В отношении водителя автомашины марки «Хонда» составлено 6 административных материалов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Сотрудники полиции призывают граждан благоразумности во избежание непоправимых последствий. Следует исключить и не допускать безрассудное вождение в состоянии опьянения и без водительских прав. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения способствует сохранению жизни и здоровья других участников дорожного движения. Также полицейские призывают ко всем участникам дорожного движения не быть, не оставаться неравнодушным к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать полицию о фактах нарушения правил дорожного движения. И также сообщать по телефону дежурной группы отдельной роты госавтоинспекции МВД по республике Туа по номеру 56611, также 93939. МВД по республике Турана В результате автоаварии в хирургическом отделении Пихемского межрайонного медицинского центра госпитализировано водитель и пассажир автомобиля Тойота Премия. 47-летняя жительница города Турана, которая получила травму различной степени тяжести. Проведенное освидетельствование водителя автомашины УАЗ Пикап на состоянии опьянения на приборе Юпитер показало положительный результат. 0,69 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель автомобиля Тойота Премия находился за рулем в трезвом состоянии. В отношении водителя УАЗ составлено два административных материала. В настоящее время по факту ДТП проверка проводит следственный отдел межмуниципального отдела МВД России Козельский. Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции – один из основных факторов, оказывающих существенное влияние на состояние преступности. Сотрудники регионального МВД принимают необходимые меры по делокализации региона и привлечению к ответственности лиц, занимающихся данной противоправной деятельностью. Так, вечером 10 мая полицейскими был пресечен факт транспортировки нелегального алкоголя общим объемом более 800 литров. На стационарном посту Шевелик остановлена автомашина марки «Френдлайнер». В ходе досмотра в грузовом отсеке сотрудниками госавтоинспекции совместно с управлением ФСБ России по ТУВЕ и сотрудникам службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики ТВА была обнаружена алкогольная продукция – около 600 бутылок пива. Со слов водителя, он доставлял груз из города Минусинска в город Кызыл. При проверке документов мужчина предъявил товарно-транспортную накладную на алкогольную продукцию, которая не внесена в единую государственную автоматизированную информационную систему, что является нарушением федерального закона. Алкогольная продукция изъята и помещена на территорию пункта полиции номер 7 города Туран. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению антиалкогольного законодательства. Напоминаем, что в соответствии с федеральным законом номер 171 ФСБ, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, является продукцией, находящейся в незаконном обороте. На следующий день тандынскими инспекторами ДПС на автодороге Кызыл-Эрзин для проверки было остановлено авто марки Toyota Avensis. За рулем автомобиля находилась 36-летняя жительница села Самогалтай. В ходе досмотра автомобиля госавтоинспекторы обнаружили на задних пассажирских сидениях алкогольную продукцию – 177 бутылок пива, общим объемом более 200 литров, на которой отсутствовали товарно-транспортные накладные. Пивная продукция изъята. В настоящее время, по данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. В действиях данной гражданки усматриваются признаки административного правонарушения. Напоминаем, что в соответствии с федеральным законом алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, считается продукцией, находящейся в незаконном обороте. Утром 9 мая в дежурную часть УМВД России по Кызылу заявлением обратилась 24-летняя Кызлычанка. Она сообщила, что в ночное время ее машина марки УАЗ была угнана. Как выяснилось, передняя пассажирская дверь автомашины не запирается, а сигнализации у машины не было. По данному обращению, всем наружным службам была незамедлительно передана ориентировка. В этот же день госавтоинспекторы нашли угонщика. Им оказался 18-летний Кызлычанин. При допросе фигурант пояснил, что увидел машину знакомых и без спросу сел за руль. Ездил по городу со своими друзьями. К тому же было установлено, что у угонщика вовсе не было водительских прав. 12 мая столичными госавтоинспекторами для проверки документов была остановлена автомашина марки Хонда Аккорд. За рулем находился 33-летний Кызлычанин. Как выяснилось, удостоверение с аналогичным номером и серией выдано жительнице города Серого Сверловской области. При опросе водитель пояснил, что данное водительское удостоверение приобрел осенью 2022 года через социальную сеть ВКонтакте у незнакомого гражданина, заплатив ему 40 тысяч рублей. Документ с признаками подделки изъят и направлен на экспертизу. Сотрудниками госавтоинспекции в отношении данного гражданина составлены два административных материала. В настоящее время по данному факту сотрудникам полиции проводится проверка. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. В действиях мужчины, выразившихся в приобретении и использовании заведомо поддельного удостоверения, усматриваются признаки преступления, предусмотренные в части 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ. За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободного срока до 1 года. Напоминаем, что все документы, предоставляющие право управления транспортными средствами, в обязательном порядке подвергаются проверкой по единой базе госавтоинспекции. В связи с чем призываем граждан к благоразумности. Не поддавайтесь на предложения мошенников о быстром и качестве изготовления документов, поскольку после их приобретения и использования гражданин несет уголовную ответственность. В поселке Каахим инспекторами ДПС был остановлен мотоцикл под управлением 36-летнего козылчанина. При проверке документов полицейские установили, что данному гражданину водительское удостоверение не выдавалось. Кроме того, выявили у него признаки алкогольного опьянения. На предложение полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. При проверке по информационной системе госавтоинспекции установлено, что в марте 2024 года данный гражданин постановлением мирового суди был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Следует отметить, что согласно российскому законодательству отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к вождению автомобиля в нетрезвом виде. За повторное нарушение в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение незаконного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. В настоящее время мотоцикл помещен на специализированную стоянку. Уважаемые участники дорожного движения, своевременно сообщайте информацию о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы отдельной роты ДПС ГОИ МВД по Республике 2 5661193939 На территории Республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная и региональная дорога», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения, влияющих на тяжесть последствий ДТП. Госавтоинспекторами проведена работа по выявлению нетрезвых водителей, не имеющих либо лишенных водительских прав граждан и многое другое. Особое внимание уделено обеспечению безопасности дорожного движения в местах с особо сложной дорожно-транспортной обстановкой. В ходе проделанной работы сотрудниками госавтоинспекции проверено свыше 3000 транспортных средств, выявлено 1004 нарушения правил дорожного движения. На специализированной стоянке помещено 85 транспортных средств. В период проведения оперативно-профилактического мероприятия на автодорогах Республики федерального и регионального значения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не произошло. Практика проведения локальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений, влияющих на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, будет продолжена. В Туве госавтоинспекторами проводятся рейдовые мероприятия, сплошные проверки. На территории столицы осуществляется контроль за дорожным движением в целях выявления пресечения грубых нарушений ПДД, фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения и не только. В период майских праздников сотрудниками отделения госавтоинспекции совместно с подразделением участковых уполномоченных полиции и отделом уголовного розыска у МВД России по городу Кызылу проведены сплошные проверки транспортных средств. В местах массового пребывания граждан в районе базы РПС по улице Оюной Курседии, Каменистый, Переулок Загородный, а также в районе ночных кафе и баров города Кызылу. В ходе проделанной работы за один день проверено 60 единиц транспортных средств. Выявлено 13 административных правонарушений. Также с проезжей части удалены и доставлены в МКУ-центры по оказанию социально-реабилитационной помощи лицам, задержанным в алкогольном опьянении, в общественных местах, нетрезвые пешеходы. Подобные оперативно-профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе. За неделю с 6 по 12 мая в республике зафиксировано 42 ДТП, в которых 7 человек получили ранения, погибло двое. Задержаны 56 нетрезвых водителей, бесправников 122. Это все события за прошедшую неделю. Помните, что пьяный водитель за рулем – причина трагедии на дорогах. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске программы «Регион-17». Редактор субтитров А.Семкин